здравствуйте меня зовут дмитрий алексеевич и сегодня у нас 23 сентября 2024 года это мое очередное видео с ответами на многочисленные вопросы моих слушателей и подписчиков а также гостей моих каналов вопросы сейчас преимущественно задаются на моем канале telegram но иногда и под видео на ютюбе к сожалению я не могу ответить на все вопросы не потому что я не хочу а просто потому что вопросов банально слишком много и самое плохое что они копятся быстрее чем я на них успеваю отвечать дело в том что мои youtube каналы то есть основные мои каналы куда я выкладываю видео имеют очень низкую пропускную способность из-за того что youtube держит их в сером бане то есть для того чтобы они набрали хоть какое-то приемлемое для меня количество просмотров я вынужден ждать порой от 7 до иногда даже до 10 до 10 а порой и 12 дней прежде чем очередное видео наберет нужное мне количество просмотров потому что если я буду заливать видео каждые два-три дня ну количество просмотров будет в пять раз примерно меньше чем оно могло бы быть мне просто неприятно делать потому что как и любой другой трудящийся я оценил свой труд и испытываю моральное удовлетворение от того что мои видео посмотрела хотя бы ну пусть и не самое большое но хоть какое-то приемлемое количество слушателей если же я буду выкладывать их каждые два-три дня но это количество будет неприемлемым но чтобы вам было понятнее типично вот в современной ситуации мое видео выложенное на первом канале youtube где более 13 тысяч подписчиков при хорошем раскладе может набрать семь восемь тысяч просмотров за три дня а потом она может набрать еще две-три тысячи просмотров еще за несколько дней но это если повезет а если не повезет она может набрать две-три тысячи просмотров за первые три-четыре дня а потом мне придется ждать еще неделю пока чтобы она набрала хотя бы пять или шесть тысяч и вот из-за этого я просто не могу выкладывать видео слишком часто но соответственно раз я их не могу выкладывать слишком часто нет смысла их и записывать потому что ну потом что с ними делать они будут копиться как снежный ком и выкладывать их некуда но напоминаю что у меня есть платный канал бусти подписка на который стоит всего лишь по цене двух бутылок пива или двух кружек кофе в каком-нибудь starbucks и вот на канал бусти я такие видео могла бы могу выкладывать в любом количестве а потом по мере освобождения места на ютюбе я буду потихоньку из платного доступа на бусти перекладывать бесплатный доступ на youtube но и здесь мне также нужны какие-то подписчики на бусти потому что пока несмотря на все мои старания подписчиков там набралось всего лишь 163 а хотелось бы чтобы их там было хотя бы тысячи так что подумайте над тем чтобы подписаться на мой канал бусти напоминаю также о необходимости подписываться и на все остальные мои каналы вот все ссылки которые вы сейчас видите на экране это ссылки на все мои каналы обязательно подпишитесь на все три моих каналы youtube это очень важно также подпишитесь на telegram на дзем на тик ток на котором я буду в скором времени делать стримы а также подписывайтесь обязательно на бусти потому что там я тоже буду делать стрим 3 youtube канала я имею не имею не просто так и не от хорошей жизни а потому что в этом есть необходимость если бы на моем втором и третьем канале было бы хотя бы еще на 2000 больше подписчиков то видео я выкладывал бы в трое чаще я бы их просто выкладывал в шахматном порядке но я уже унижаюсь второй год прося свою аудиторию подписаться на 2 и на 3 каналы но воз и ныне там на первом канале 13 с лишним тысяч подписчиков сейчас уже даже 14 а вот на втором и третьем едва едва набирается там три с половиной тысячи поэтому пожалуйста подпишитесь подпишитесь также на мой бастион и на все остальные мои каналы даже на рутюб все ссылки вы видите на экране можете пройти по qr-коду и попадете на страницу с кликабельной ссылками или найти их можете найти их на сайте 911.ru который вы видите на экране ну а теперь я перехожу к ответам на вопросы сегодня я решил ответить на вопросы имеющие какое-нибудь отношение к не войне на украине а также к проблемам объявления войны и некоторым другим моментам которые имеют непосредственное отношение к этой проблеме он продолжает сколько существует россия причем россия в кавычках и с маленькой буквы столько она являет собой чуждо и и фактически враждебно и образование для народов населяющих ее в первую очередь для русского народа от которого мало что осталось что такое россия опять в кавычках и с маленькой буквы на мой взгляд интересно и точно отображено в книге п.м. хомякова россия против руси русь против россии всем рекомендую прочтению ну вот я зачитал вам рекомендацию но я не думаю что россия это фактически враждебное образование тем более для русского народа это я думаю что то что вы сейчас тут сказали это это позиция во первых укра обиженных во вторых это позиция русофобов и либерастов потому что на самом деле существование россии как единого государства ну хотя бы уж в тех границах как современная россия а лучше бы конечно в границах бывшей российской империи и уж хотя бы ссср она обеспечивала достаточно сносное существование как для народов так и для идеологии но самое главное что она обеспечивала существование определенной культуры а культура у русского народа очень специфическая хотя многие ее отрицают но она есть но я могу совершенно точно быть уверенным что как только ненавидящий россию коллективный запад ее расчленит никакой русской культуры больше не будет то есть на территории россии русская культура будет уничтожена ударными темпами то есть в татарстане будет насаждена какая-нибудь альтернативная татарская культура в якутии якутская там в туве тувинская на урале какая-нибудь уральская там я не знаю в новгороде новгородская там в твери тверская но на украине там уже и так справились и даже без расчленения россии там уже уничтожением русской культуры занимаются давно вот и я думаю что ни одного места в россии где могла бы культивироваться русская культура не останется то есть она будет просто уничтожена под ноль вообще вот под корень чтобы даже вот этого русского духа больше не было нигде так что существование россии несмотря на от заявления таких критиков как это который он только что зачитал она на самом деле ну какая бы гнусная на самом деле не была там власть и продажная она тем не менее обеспечивает все еще кое-как существование вот этого вот русского культурного пространства которые исчезнет моментально как только развалится россия даже и не сомневайтесь в этом вот как мог ответить ответил и на этот вопрос так так сейчас но вот остался еще один еще файл с вопросами на тему украина пользователь елена бер 80 спрашивает до 2013 2014 годов россия сидела и смотрела как растет русофобия на украине не делая ничего при этом создавала вражду между русскими и украинцами посмотрите передачи соловьева киселева и прочих неужели вы думаете это все случайность вопросительный знак да конечно я не думаю что это случайность так оно и было то есть фактически россия попустительствовала то есть потворствовала насаждению русофобии на украине и уводу русского и прорусского населения украины фактически в информационное пространство коллективного запада и русофобствующих элементов на которые они опирались на украине ну конечно же россия должна была этому противодействовать особенно учитывая что прорусское и просто русское население на украине было было не просто большинство а подавляющим большинством конечно если бы россия хотела она легко бы справилась с русофобией на украине в том числе силовыми методами но поскольку она ничего не делала для предотвращения русофобии на украине остается предположить конечно же что это было сделано умышленно и в то время как запад делал из украины торпеду против россии россия просто но ну как минимум этому не мешало просто молча и спокойно наблюдал за этим ну как-то так так вот теперь очень интересный вопрос и очень острый и болезненный этот вопрос мне задают уже очень давно и и очень много вопрос я даже поэтому затрудняюсь сейчас сказать кто именно мне его задал потому что мне этот вопрос задал наверное человек пятьдесят раз вопрос такой каковы по вашей оценке реальные потери сторон в войне на украине но на самом деле она не война а не война то есть я бы перефразировал каковы по вашей оценке реальные потери сторон вне войне на украине так вопрос сложный потому что информация о точная информация о потерях засекречена вот с одной стороны она засекречена с другой стороны если я сейчас начну говорить свое мнение о потерях это очень многих разозлит особенно украинствующих вот то есть я думаю что они прямо вот вот совсем расстроятся от этого но я думаю что и некоторые россияне тоже расстроятся от того чего сейчас скажу но тем не менее раз уж меня спрашивают давайте считать потери значит из чего мы будем исходить точно мы конечно же их никогда не определим но мы попытаемся определить их хотя бы примерно чем мы будем руководствоваться давайте мы будем исходить из того что когда советская армия стояла в афганистане а простояла она там 10 лет 79 года по 89 она потеряла убитыми около 16 тысяч при этом весь контингент советской армии в разные времена был от 70 до 100 небольшим тысяч в афганистане то есть можно наверное сказать так что был убит каждый десятый от общего числа советских войск в афганистане но за 10 лет если же мы разделим это на года то мы получим что был убит каждый сотый но каждый год от количества войск от общего количества войск но в афганистане боевые действия были очень низкой интенсивности то есть они в принципе не могут считаться войной ну низко нельзя натянуть вот то что было в афганистане это никакая не война ну просто там стояла советская армия иногда там она отправлялась на какие-то задания иногда она производила какие-то крупные зачистки но это было редко и участвовали там не все войска но в основном там потери нес спецназ который постоянно выходил там на какие-то боевые вылазки вот ну иногда там вдв не несли потери которые тоже иногда там участвовали в каких-то действиях некоторые войска там ну просто стояли например охраняли аэродром да и все вот плюс там конечно были нападения на колонны и так далее но в общем это можно считать что боевые действия в афганистане это боевые действия низкой низкой интенсивности опять же надо понимать что у противоборствующей стороны не было тяжелых вооружений но у них могли быть там стрелковое оружие могли быть крупнокалиберные пулеметы мины минометы ну какие-то может быть переносные одноствольные установки пусковые реактивных снарядов которые при этом летели не прицельно ну что-то типа катюш только с одной рельс рельсы и без прицельных приспособлений вот ну и портативная зенитная ракета благодаря поставкам запада стингеры у них не было ни тяжелой артиллерии ни средней или легкой артиллерии не считая минометов у них не было авиации у них не было дронов ну фактически это была война фактически полноценной армии цивилизованного государства с дикарями ну так если уж положу руку на сердце да и то это была не война такая периодические стычки теперь давайте рассмотрим американскую армию во вьетнаме американцы за все время пребывания во вьетнаме опробовали они там тоже около 10 лет ну так плюс-минус потеряли 56 тысяч убитыми ну в вьетнамская армия конечно она была вооружена получше афганских моджахедов то есть у нее была и авиация и артиллерия и даже корабли и зенитные ракеты большого калибра которые туда поставлял советский союз вот такие я имею ввиду летающие телеграфные столбы как они назывались и да и вообще сами вьетнамцы они люди очень воинственные плюс у них было толковое военное руководство грамотное очень ну и плюс у вьетнамской армии было хорошее снабжение как со стороны китайцев так и со стороны советского союза при этом наверное там тоже не было боевых действий высокой интенсивности опять же там все в основном ограничивалась какими-то походами какими-то вылазками отражением там нападение на какие-то посты прочесыванием каких-то джунглей иногда бомбардировками каких-то троп хо шимина и каких-то городов но было может быть за всю историю вьетнамской войны там два или три крупных сражения когда убивали по нескольку сот американцев за один день такое тоже было но это было буквально там пара-тройка эпизодов но тем не менее вот за всю вьетнамскую войну американцы потеряли убитыми 56 тысяч а вот теперь давайте посмотрим на вторую мировую войну вторая мировая война мы в данном случае великое отечественное применительно к советскому союзу это уже боевые действия высокой интенсивности то есть там не то что какая-то дивизия там где-то стоит в военном городке и периодически делает какие-то вылазки зачищая там каких-нибудь вьетконговцев или маджахедов нет там эта дивизия ведет полноценные боевые действия против противостоящей дивизии противника со всеми вытекающими последствиями включая там штурм штурмы окопов штурмы укрепрайонов бомбардировки бомбардировочной авиации и так далее артиллерий полноценные артиллерийские налеты которые могли продолжаться по много часов с множеством стволов на один квадрат на один погонный километр фронта и так далее то есть вторая мировая война это несомненно война высокой интенсивности причем эта высокая интенсивность но фактически была каждый день на том или ином участке фронта вот теперь давайте прикинем потери во второй мировой войне но в данном случае великой отечественной ну вот например все мы знаем озвученную еще во времена леонида ильича брежнева цифру в 20 миллионов потерь советского союза во второй мировой войне но 20 миллионов эта цифра достаточно округленная и после брежнева и решили увеличить уже до 27 миллионов но конечно же эти 20 или 27 миллионов это не военные это все а вот теперь давайте посмотрим конкретно по военным значит население советского союза на момент начала второй мировой войны или великой отечественной составляла 188 миллионов 793 тысячи душ ну грубо говоря 200 189 миллионов теперь потери военных включая войска красной армии и нквд в общей сложности ну и военно-морского флота в общей сложности по разным оценкам это от 8668 тысяч то есть 8 миллионов 668 тысяч это минимальная цифра и 11 миллионов 400 тысяч это максимальная то есть цифры потерь военных я имею среди военных в войне с гитлеровской германией оцениваются между восьмью с половиной и 11 с половиной ну грубо говоря миллионами душ потери гражданских ну примерно такие же как и военных вот отсюда и получается цифра где-то между 20 27 миллионами общая ну может гражданских там на пару миллионов больше чем военно но порядок цифр одинаков теперь давайте мы возьмем какую-то среднюю цифру ну например предположим что было убито не восемь с половиной миллионов а 9 миллионов советских военных за четыре года войны делим сколько убивали в день значит великая отечественная война продолжалась 1418 дней и возьмем усредненную цифру 9 миллионов убитых военных значит в день в среднем убивалась 6346 человек но округлим до 6000 хотя на самом деле надо бы округлять до шести с половиной тысяч в день в среднем теперь сравниваем с так называемой сву то есть не войной на украине это мы посчитали кстати только с советской стороны с германской то мы не считали мы считали только потери советской армии но красной армии плюс нквд плюс военно-морской флот а теперь мы когда считаем вот эту бойню на украине мы же должны понимать что и сто и с другой стороны убивают русских ну потому что русские украинцы это в принципе одно и то же потому что российская армия она частично состоит из украинцев с украинскими фамилиями соответственно украинская армия состоит ну чуть ли не наполовину из русских с фамилиями на офф или на и вот поэтому не будет ошибку утверждать что русские украинцы с одной стороны убивают русских и украинцев с другой стороны На радость англосаксов. То есть, берем так называемое СВО или отражение российской агрессии, как выражаются на Украине. Оно продолжается уже 940 дней. Но, в связи с демографической катастрофой, поскольку детей уже не рожают 5 поколений, конечно же, войск в бойне на Украине участвует много меньше, чем участвовало войск в войне против Германии. Во сколько раз меньше? Ну, давайте предположим, что в 10 раз меньше. Я думаю, что примерно так и есть. Я уже примерно на 4-й, по-моему, день вторжения российских войск на Украину еще в 2022 году делал подробный анализ того, что эта авантюра ничем хорошим не кончится. Просто по причине того, что российская армия слишком малочислена для того, чтобы вести боевые действия на вот таком огромном театре военных действий, где должно быть войск в 10 раз больше. Ну, как раз я сравнивал с армией вторжения Гитлера в том случае. То есть, ну, там я насчитал, что у России войск в 10 раз меньше, чем надо. Но вот мы и будем из этого исходить, что войск в бойне на Украине участвует в 10 раз меньше, чем участвовало войск в войне с Германией. Примерно. То есть, есть... А, при этом интенсивность боевых действий одинаковая. То есть, боевые действия на... не войне на Украине, несмотря на то, что она не является объявленной войной, они по своей интенсивности соответствуют полноценной войне, причем, ну, такой, типа, второй мировой. Если даже не более интенсивно. То есть, там применяются массированные артиллерийские налеты, бомбежки, бомбами крупных калибров, минометные обстрелы, мясные штурмы, зачистки траншей, попытки прорыва на бронетехнике с уничтожением этой бронетехники, сбитые самолеты и вертолеты, утонувшие лодки, там, с десантниками. Ну, короче, там есть все то, что должно быть в конфликтах высокой интенсивности. Плюс, там широко применяется зажигательное оружие, которое фактически является оружием массового поражения. Ну, сродни химическому, просто оно не запрещено. Которое поражает всех неизбирательно на определенных площадях и так далее. Единственное, что тут можно сказать, что российская сторона, как бы то ни было странно для украинской стороны, она жалеет мирное население и старается без необходимости не поражать мирное население. Но американцы, конечно, бы так делать не стали. Так же, как и какие-нибудь гитлеровцы во время Второй мировой войны или те же советские, когда они бомбили германские города. Да, там они совершенно не заморачивались, что могут пострадать гражданские. А вот современная российская армия, она, как ни странно, гражданских украинцев жалеет. Поэтому потерь среди них просто ничтожно мало. Они в основном случайные. А вот потери среди военных вполне большие и преднамеренные. И вот давайте теперь попытаемся их высчитать по аналогии. Мы посчитали, что в среднем во время Второй, вернее, Великой Отечественной войны убивалось 6,5 тысяч, ну, примерно, советских военнослужащих в день только на советской стороне. Не считая, не считая, и германская сторона. Делим эту цифру на 10, потому что мы примерно прикинули, что войск на Украине задействовано в 10 раз меньше. Получается, в среднем убивается 650 тысяч. Ой, 650, не тысяч, а просто 650 в день, в среднем. Умножаем это на 940 дней. Это сколько у нас получается? Это получается много. Ну, я тут округленно посчитал, исходя из того, что убивается не по 650 в день, а по 600 в день. И у меня получилось за 940 дней это 564 тысячи убитых. Эта цифра, конечно же, не точна. Она, скорее всего, еще при этом и занижена. Я думаю, что на самом деле убили чуть-чуть больше. Это, если мы говорим об убитых украинцах. Потому что во Второй мировой, вернее, в Великой Отечественной войне, советская, ну, Красная армия, то есть советская сторона, она несла большие потери, чем германская сторона в силу определенных причин. И ровно по этим же самым причинам, что советская армия, находящаяся в обороне, она, по идее, должна была бы нести потерь меньше, но она их несла больше в связи со спецификой руководства этой армии. То же самое происходит на Украине. То есть, по аналогии, если мы Украину поставим как сторону, подвергшуюся агрессии, ну, поставим ее на место тогдашней Красной армии, а агрессором у нас будет российская сторона. Ну, как будто бы она роль Гитлера выполняет. И вот, исходя из этой логики, мы получим, что за сначала вторжение российских войск на Украину в 22-м году и по сей день, а сей день, напомню, 23 сентября 2024 года, то есть 940 дней войны примерно, должно было быть убито никак не меньше 564 тысяч украинцев. Не меньше, никак не меньше. Просто по аналогии. Но на самом деле, я считаю, что эта цифра занижена. И на самом деле у украинцев было убито никак не менее 750 тысяч. Это вот мое убеждение, что украинцев убито за эти два года, с небольшим, два с лишним года, два с половиной года уже, не менее 750 тысяч убитых. Раненых коллег вдвое, втрое больше. Да, кто-то ужаснется от этой цифры, но я вам показал методику, по которой можно произвести хотя бы приблизительную, прикидочную оценку количества убитых. Какие тому есть еще косвенные подтверждения, кроме просто вот визуально определяемой интенсивности боевых действий? Ну, я вам так скажу, что согласно различных сводок, в том числе и информации, публикуемой на Западе, в среднем убивается на украинской стороне около 500-600 военнослужащих в день. Это тогда, когда боевые действия не особенно интенсивны. В моменты возникновения острых ситуаций, то есть интенсивных наступательных или контрнаступательных действий, число убитых украинцев в день возрастает в среднем 500 до в среднем 1000. Иногда бывает, что даже и больше 1000, 1200-1400. В какие-то дни даже бывали по 1500. То есть, я вот в этих своих расчетах исходил, что в среднем в день убивается 600 украинцев. Я имею в виду убивается не раненых, не коллег, а именно убитых. Ну, включая пропавших без вести. Но вполне возможно, что их на самом деле не 600, а 650, а может быть даже и 700 в день. Это, ну, так все это усредненно и примерно. Но вот эта вот цифра в 750 тысяч убитых украинцев, она едва ли больше 750 тысяч. Но вполне возможно, что вот 750 тысяч где-то их есть убитых. Ну, может быть, 700 тысяч. А может быть и не 750, а 780. Это чисто прикидочная оценка. Но их никак, ни при каком расслаблении может быть меньше 550 тысяч, потому что даже некоторые западные источники озвучивали цифру в 550 тысяч убитых, причем еще 4 месяца назад. А за 4 месяца убили еще сколько-то. Вот. Теперь потери российской стороны. Ее очень сложно оценить, но можно предположить, что, ну, так вот, по моим чувствам, по моим ощущениям, российская сторона потеряла где-то между 200 и 350 тысячами убитых. Ну, то есть от 200 тысяч до 350 тысяч. Где-то в этом промежутке. Но я думаю, что не меньше 200 тысяч и не больше 350 тысяч. Почему? Да, по той же самой логике. Просто у России больше тяжелых вооружений. У них есть просто больше возможностей, например, утюжить украинские позиции, например, массированными артнолетами. Или применением там всяких санцепеков. Или каких-то крупнокалиберных бомб. А у России, вернее, у Украины просто нет такой возможности. Поэтому просто потери украинской стороны где-то раза в 2,5-3 больше. Вот и все. Значит, общее количество убитых русских и украинцев совместно, я думаю, что превышает миллион 100 тысяч на настоящий момент. Ну, и вдвое, втрое больше раненых и искалеченных. То есть безногих, безруких, безглазых и прочих инвалидов. Ну, конечно, это цифры не точные и даже близко не приближающиеся к чему-то точному. Но они прикидочные. А методику я вам пояснил. Причем так считаю не только я. Есть и другие достаточно вменяемые аналитики, которые тоже считают, что украинцев было убито где-то около 750 тысяч. Ну, как минимум, не менее 550 тысяч. А россиян, ну, где-то вот тоже в этих пределах, как и я насчитал. То есть не менее 200 тысяч, но и не более 350 тысяч. Ну, еще одна группа вопросов. Все тоже на тему не войны на Украине. Она была еще с 22-го года. Ну, просто я вот этот лист с вопросами... Даже это были не вопросы, это были комментарии, которые я вам просто хотел зачитать, но просто у меня все руки не доходили. Но сейчас вот я решил присовокупить этот лист. Еще он был 7 апреля 2022 года, сохранен. Я вам просто хочу продемонстрировать кое-что. Это были комментарии под видео. Видео называлось так. «Десять минут назад в Мариуполе окружены десятки действующих офицеров НАТО». Восклицательный знак. Ну, и речь идет, напомню, это апрель 22-го года. Тогда действительно в Мариуполе были окружены какие-то украинские войска, и среди них, вероятно, было какое-то количество НАТОвских советников. А вот теперь я вам хочу просто вслух зачитать комментарии, чтобы вы просто представляли, как работает голова у нашистов. Итак. пользователь ФИН, причем тогда еще, это был 2007 год, тогда еще YouTube не ввел вот эту вот дурацкую систему, когда перестали отображаться имена пользователей, и стали просто изображаться какие-то бессмысленные наборы цифр и букв, тогда еще имена отображались как надо. Поэтому все имена на месте. Вот пользователь ФИН БГГХББ пишет комментарий. Раз они официально не присутствуют, значит, надо их свести на нет, восклицательный знак. Другого не дано, иначе это будет предательство наших солдат, погибших и пропавших, восклицательный знак. То есть это вот типичный иношистский пациент, который даже не понимает того, что Россия напала на суверенное государство Украина без объявления войны, переплюнув даже Гитлера. А Украина в связи с этим не находится с Россией в состоянии войны. Она просто вот живет, ну как бы мирной жизнью. А любое мирное государство, не ведущее войны, имеет неотъемлемое суверенное право содержать на своей территории иностранных военных советников. Вот представьте себе, например, живет какая-нибудь африканская страна, ну, Кать-Ливия, грубо говоря, или Мали, ни с кем не воюет, и решает пригласить, например, советских или российских военных советников. Имеет право? Имеет. Вот приехали военные советники. Это советские или российские офицеры. Устроились там на службу к местным в качестве советников и служат. И вдруг вот на эту африканскую страну без объявления войны нападает соседняя африканская страна. Вот с точки зрения нашиста, вот подобного вот этому пациенту из той африканской страны присутствие советских или российских офицеров в качестве законных военных советников во враждебной им армии будет представляться каким-то там грехом. И они будут считать, что этих офицеров надо уничтожить, там свести на нет, другого не дано, иначе это будет неуважение, там и прочую чушь. А вы нашист противоположной стороны. Вы российский нашист. Вот. Вот там то было мнение нигерийского нашиста, а у вас сейчас должно быть мнение российского нашиста. Потому что ваши нашистские российские советники находятся совершенно законно в невоюющей африканской стране, которая подверглась агрессии со стороны соседней агрессивной державы. Вот как вы считаете, российские военные советники имеют право там находиться? Конечно, имеют. Да любое суверенное государство вправе пригласить иностранных военных советников. Они даже в войне, кстати, сказать, могут участвовать. Вот. Вот Украина строила свою армию в период между 2014 и 2022 годами. Ну вот, которые благодаря доброте вашего российского главнюка были пожалованы Украине для того, чтобы она могла нарастить свою военную мощь и заодно и русофобию за эти 8 лет. Вот Украина, пользуясь своим суверенным правом, пригласила иностранных военных советников. И они при украинской армии имеют место быть. Кто здесь в чем виноват? Украина имеет право? Имеет. Иностранные военные советники имеют право приехать на Украину? Имеют. А какие собственно претензии-то? Да вы даже войну не объявили. Вот если бы вы объявили Украине войну, то у этих советников стала бы дилемма. А не уехать ли нам с Украины от греха подальше, потому что войну же объявили. А наша страна, которая нас прислала войну, не объявляла. Она заявила о своем нейтралитете. Поэтому лучше как мы уедем. Но Россия напала на Украину без объявления войны. Соответственно, с точки зрения логики обычного права, Украина не находится в состоянии войны. Она находится в состоянии отражения агрессии каких-то вторгнувшихся банд с соседней территории. А при чем здесь военные советники? Они просто служат в мирной стране. Украина же формально мирная страна. Вот и все. Но, похоже, народ этого понять не способен. Следующий комментарий. Ирина Алексеева. Это она комментирует, что надо делать с иностранными военными офицерами в Мариуполе. Допрос с пристрастием, а потом по закону военного времени. Она, наверное, имеет в виду расстрелять без суда. А вообще, очень много вопросов теперь возникает и к НАТО, и к Евросоюзу. Желательно бы показать на всю страну этих, в кавычках, партнеров в военной форме. Вот опять абсолютное непонимание. То есть, народ настолько отупел, что он даже не понимает, что Украина это суверенная государство, которое имеет суверенное право приглашать к себе иностранных военных советников и иностранных военных специалистов. И она их пригласила. А Россия при этом напала на Украину без объявления войны, и еще хочет вот этих вот иностранных военных советников захватить, допросить с пристрастием, то есть, она их собирается, судя по всему, пытать, а потом еще и расстрелять без суда. То есть, это как работает голова у нашистов. Следующий вопрос. Вернее, не вопрос, а комментарий под тем же видео. Елена Рыбакова. Ребята, без жалости уничтожайте натовцев и легионеров. Их туда никто не звал. А кто выживет, то пускай своим расскажут, что к русским вообще суваться некогда. Никогда. Храни вас Бог, наши герои. Спасибо за работу. Напоминаю, кстати, сказать, что речь идет о 7 апреля 22 года. То есть, это буквально быстро, очень в скорости после первоначального этапа российского вторжения на Украину, которое началось, напомню, какого? 20... в конце февраля, 24 февраля, по-моему. То есть, там, ну, прошел месяц с небольшим. И вот эти вот окруженные вместе с украинскими войсками натовские офицеры, зажатые в Мариуполе, они просто, очевидно, даже и не имели физической возможности спетлять оттуда. Но они просто сходу попали в боевые действия и в окружение. Они, может, даже и хотели бы оттуда уехать, но не могли из этого сделать физически. Ну, например. А может быть, они не захотели оттуда уезжать, потому что, ну, поскольку войну никто не объявлял, Украина формально является мирной страной, на которую напали какие-то агрессоры без объявления войны. Ну, а почему они должны, собственно, уезжать? Если они, как воины, чувствуют свой долг. Ну, они же приехали, как военные советники, в конце концов, на Украину. Ну, вот они и выполняют обязанности военных советников. Еще один комментарий. Ренат Чапурной. Это равносильно тому, что НАТО ведет боевые действия против России. Представьте себе, это апрель, начало апреля 22-го года. Тогда НАТО еще даже не поставляло никаких тяжелых вооружений. Еще даже гаубицы тритопора не начали поставлять на Украину. Не говоря уже обо всяких там средствах ПВО, там, танках и прочих. Тогда еще там Запад был в раздумьях, а можно ли пересекать эти самые пресловутые красные линии вот этих вот кремлевских слезняков, вместо которых у Параши, которые за базар не отвечают в принципе. И Запад, в общем-то, он был в сомнениях. Он максимум мог что позволить себе это продолжить поставлять легкое стрелковое вооружение, там, какие-то переносные противотанковые ракетные комплексы типа джавелинов. Вот, ну, что-то вот этого вот уровня. Может, гранатометы какие-нибудь, боеприпасы, мины. И речь вообще в тот момент еще не шла ни о каком участии НАТО, речь шла лишь о том, что задержавшиеся при украинских войсках иностранные военные советники попали в окружение в Мариуполе всего лишь. Но, смотрите, вот нашисты уже тогда кистерили по поводу того, что НАТО якобы ведет боевые действия против России. Но при этом то, что Россия напала на Украину без объявления войны, их совершенно не заботит. Владимир Староверов, еще один комментарий, это наемники знали, на что шли. Смерть за наших воинов. Месть должна быть жестокой, убить и забыть. Вот еще раз, я вам привожу аналогию. африканское государство, ну положим, ну Мали, пусть будет Мали, суверенное, решило пригласить советских или российских военных специалистов и военных советников. И пригласил. Ну вот это десятое главное управление Министерства обороны, которое отвечает за международное военное сотрудничество, прислало им, отобрало каких-то там военных советников, прислало им, те устроились там на свои должности, начали давать советы местным местным полководцам африканским. И в этот момент, без объявления войны, на это Мали нападает, ну какая-нибудь там Нигерия, ну грубо говоря. Вторгается на территорию Мали и начинает там по беспределу, без объявления войны, вести боевые действия. И вот советские или российские военные советники, которые совершенно законно там находились, попадают в окружение, например, вместе с какими-нибудь там воинскими частями армии Мали, при которых они являются советниками или специалистами. И вот эти нигерийцы, вот такие же нашисты, как этот Владимир Староверов, начинают там визжать. Это наемники, они знали, на что они шли, смерть за наших воинов, месть должна быть жестокой, убить и забыть. Ну как это для вас нормально звучит? А в чем, при чем здесь вообще военные советники? Да, действительно, они как воины, они всегда должны быть готовы умереть, но только они там находятся законно и никакими наемниками они не являются, потому что определение наемника, напомню, следующее, согласно международных норм, о которых все договорились. Значит, если человек приехал по межгосударственному соглашению в качестве военного советника, военного инструктора или военного специалиста, или военно-технического специалиста, он ни при каких обстоятельствах наемником не считается. Вообще никогда. Если человек приехал по собственной инициативе, то есть его не государство прислало, не армия прислало, а сам он решил приехать, то он может считаться наемником при наборе определенных условий. Значит, эти условия следующие. Наемником считается тот, кто не является гражданином, вовлеченный в вооруженный конфликт страны, не является подданным, не является постоянным жителем этой страны. То есть если он не гражданин, не подданный, не постоянный житель этой страны, но тем не менее поступил по своему согласию в вооруженные силы этой страны для участия в вооруженном конфликте, еще раз повторюсь, по собственному почину, а не по межгосударственному соглашению, то тогда он может считаться наемником, но только лишь при условии, что он приехал именно ради финансовой выгоды. То есть если человек приехал и поступил в иностранное вооруженное подразделение из чувства, например, идеологической солидарности, ну, например, вот человек решил, что он мусульманин, и поэтому он должен присоединиться к маджахедам, которые воюют с какими-нибудь неверными где-нибудь. Вот такой человек наемником считаться не будет, даже если ему за это платят деньги, потому что его основным мотивом была исламская солидарность. Или, например, человек считает себя коммунистом убежденным, он приезжает в другую страну и присоединяется там из чувства коммунистической солидарности к другим коммунистам, которые воюют с местными буржуинами, например. Такой человек тоже не будет считаться наемником, даже если ему платят деньги, потому что его мотивом является не попытка заработать деньги, а чувство солидарности на идеологической почве. И, наконец, даже если человек безо всякой идеологии просто приехал и присоединился к воюющей стороне, не являясь при этом ни гражданином, ни подданным, ни постоянным жителем этой местности и не будучи прикомандированным по приказу своего правительства, а просто по собственному почину, он будет считаться наемником только в том случае, если его жалование хотя бы на порядок превышает жалование местного в этом же звании и в этой же должности. А порядок, ну, это в 10 раз. Ну, то есть, грубо говоря, приезжает канадец в армию воюющую какую-нибудь там Зимбабве, например, и устраивается там командиром роты. То есть, у местного, например, зимбабвийского командира роты зарплата, ну, жалование там 150 долларов в месяц. А у канадца, который тоже командир роты в этой же армии, жалование 250 долларов в месяц. Вот он не будет считаться при этом наемником, потому что его жалование превышает жалование местного в том же звании и должности не на порядок, а всего лишь там на какие-нибудь несчастные 50 или 40 процентов. Даже если оно втрое будет его превышать, он все еще не будет считаться наемником. Вот если, например, местный командир роты получает там 150 долларов, а канадец, который туда приехал по собственному почину и тоже стал командиром роты, получает 450 долларов, он все еще не будет считаться наемником, потому что троекратное превосходство в жаловании это еще не признак наемничества. А вот когда он будет получать там в 12 раз больше, или хотя бы в 10, вот тогда это уже будет считаться наемничеством. То есть иностранные военные советники, присланные иностранным государством, наемниками не считаются вообще ни при каком раскладе, никогда и нигде. но вот такие вот комментаторы похоже не знают вот таких элементарных вещей. Но зато они знают основной принцип нашизма, что наши всегда правы, даже тогда, когда они нападают на суверенное государство без объявления войны, переплюнув даже Гитлера. Ну, в общем, я не буду дальше читать, потому что там еще два десятка комментариев, но они все примерно вот такие же. Это я просто хотел вам продемонстрировать, что такое нашизм и как работает голова у типичного нашиста. А теперь я вам напомню, что нашисты существуют не только на российской стороне, но также и на украинской стороне. Потому что на украинской стороне точно такие же нашисты, как и на российской. И голова у них работает вот прямо вот точно так же. А может и ну или примерно так же. Вот. То есть основной принцип нашиста, что наши всегда правы, а противник всегда неправ. Ну, на этом все вопросы вот эту группу, которую я отделил, чтобы ответить сегодня, заканчиваются. Напоминаю, что у меня на моих трех каналах YouTube, а также на моем канале Бастион и на моем канале Дзен выставлено масса новых интересных видео за последнее время. Поэтому не поленитесь, зайдите на все три моих YouTube-канала, если не подписаны, подпишитесь. Если подписаны, все равно проверьте свою подписку, возможно, YouTube вас отписал, потому что YouTube постоянно всех отписывает от моих каналов в рамках борьбы с моим каналом. проверьте свою подписку и переподпишитесь. И регулярно в будущем тоже ее проверяйте, потому что YouTube вас может отписать сегодня, а потом, когда вы переподпишетесь, он через неделю вас может опять отписать. То есть смотрите, чтобы он вас не отписывал. И на всех трех моих каналах зайдите в раздел видео, а также в раздел живых стримов, то есть live, если по-английски. и посмотрите, что там есть новенького и интересненького. Наверняка что-то там вы пропустили и не посмотрели. Напоминаю также о том, что у меня есть платный канал Boosty, подписка на который стоит в месяц примерно две бутылки пива или две кружки кофе. И этот канал предназначен для того, чтобы обеспечивать финансовую поддержку моему проекту, у которого никакого иного финансирования нет. И вот это как раз очень хороший способ поддержать этот проект на плаву. А также я со следующей недели возобновляю свои стримы на Boosty. Раньше я их делал, но потом я, к сожалению, был вынужден исчезнуть на несколько месяцев на заработки, поскольку у меня просто кончились средства. Но сейчас я опять вернулся и опять буду делать стримы на Boosty. Поэтому подписывайтесь, а также подписывайтесь на все остальные мои каналы, список которых вы сейчас после того, как я с вами попрощаюсь, увидите на экране. Надеюсь, что всем было интересно. Если у кого есть еще вопросы, задавайте их в чате моего телеграм-канала. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. До свидания. субтитры Продолжение следует...